На подготовку к празднованию 79-й годовщины со дня Великой Победы остаётся чуть меньше месяца. Работа идёт полным ходом. Приводят в порядок военные памятники и мемориалы региона. Волонтёры заняты вопросами организации патриотических акций. Самая ранее – «Красная гвоздика». Её суть – собрать средства на медицинскую помощь ветеранам боевых действий. Ульяновцы взамен на пожертвования получают символ памяти о подвиге героев страны. Официальный старт дадут уже 10 апреля. Детали обсудили на организационном комитете «Победа». Каждый житель нашего города сможет получить «Красную гвоздичку» за пожертвованные денежные средства. Это может быть и 10 рублей, и 50. То есть сумма у нас не установлена. Сколько человеку не жалко, столько он и может пожертвовать. Мы будем стоять во всех торговых центрах. Это торговый центр «Аквамол», торговый центр «Самолёт», «Зум». И у правительства 10 числа мы даём старт. На Спасской получается. В подготовке участвуют больше 2000 волонтёров. Все собранные средства направят в благотворительный фонд «Память поколений». Помощь уже смогли получить 125 ветеранов из Ульяновской области. А за время проведения акции сумма пожертвований составила 25 миллионов рублей. Чтят и подвиги уже погибших героев. Ульяновская область присоединилась к международной акции «Сад памяти». Это возможность высадить деревья в дань уважения героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Сейчас лесхозы готовят молодые берёзы и сосны. Их посадят на 26 площадках в разных уголках региона. Мы планируем высадить не менее 140 тысяч деревьев молодых. Это точно будет в Меликесском районе. Мы там уже определили участок, где будет производиться высадка. Ну и пока что мы проводим согласовательные процедуры для того, чтобы определить, где необходимо, где желательно высадка таких деревьев. В мае на станции Ульяновск-Центральный прибудет паровоз «Победы». В состав легендарной «Лебедянки» войдут открытые платформы. На них представят технику, с помощью которой солдаты боролись против общего врага во время Великой Отечественной войны. Ретро-поезд будет сопровождать локомотивная бригада в военной форме. И у наших дошкольников и школьников, студентов должна быть возможность поучаствовать в этой акции, своими глазами увидеть, как каковалась победа. Все праздничные юбилейные мероприятия, о которых мы говорим, должны быть проведены не для галочки и не для отчета. Это дань уважения своим героям, сохранение памяти об их подвигах и вкладе в наше настоящее и будущее. Губернатор отметил, что стоит усилить меры безопасности и при этом провести праздник на высоком уровне. Кульминацией праздничной программы 9 мая станет традиционный парад «Победы». А вот «Бессмертный полк» в этом году вновь проведут в онлайн-формате. В качестве альтернативы правительство предложило акцию «Стена памяти». На территории соцобъектов установят доски, на которых ульяновцы смогут разместить портреты погибших родственников. Александра Никитина и Сергей Кудаков. Уллправда. ТВ.